СВИНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ ЧЕРВИ В МОЗГЕ Самая распространенная в мире причина эпилепсию взрослых называется нейроцистицеркоз, что буквально означает свиные ленточные черви, свернувшиеся внутри нашего мозга. В прошлогоднем обзоре клиники Майо описывается эта проблема. Цистицерки, то есть личинки свиного ленточного червя, создают полости в человеческом мозге и других тканях тела, где их крошечные тела вырастают иногда в ленточных червей длиной от 2 до 7 метров и могут жить в человеческом теле до 25 лет. 7 метров означает 23 фута в длину. На МРТ появляются так называемые червоточины. На компьютерной томографии их может быть так много одновременно в мозгу, что он может казаться похожим на звездное небо. Каждая звезда представляет собой заполненную жидкостью кисту с началом живого, растущего ленточного червя внутри. Вот как они выглядят на вскрытии. Вот как выглядят их лица. У них есть кольца-крючки, чтобы цепляться за ткань нашего мозга. Ранее в этом году CDC опубликовал обзор последствий цистицеркоза для общественного здравоохранения, приобретенного в Соединенных Штатах. Свиной цепень в головном мозге стал причиной серьезного неврологического заболевания в Соединенных Штатах. Даже после того, как личинки свиного цепня заразили наш мозг, некоторые люди остаются бессимптомными всю свою жизнь. В то время как другие могут исчезнуть в течение многих лет без симптомов, а затем внезапно людям становится очень плохо и появляются судороги, головные боли и другие неврологические расстройства, поскольку личинки размножаются в нервной системе и других тканях и могут вызвать внезапную смерть только из-за повышения давления в нервной системе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...